Всем привет! Меня зовут Кристина Санькова и сегодня долгожданная тема DIY к осенью. Я покажу вам, какой декор подготовила к этому сезону. Если вы смотрите меня давно, то знаете, что это мой самый любимый сезон, потому что он нереально вдохновляющий. И я хочу сегодня вам показать то, что я подготовила для вас к этому самому уютному времени года. Итак, давайте начнем декорировать! Для данной идеи нам нужны будут какие-нибудь осенние атрибуты. У меня вот такие тыквочки, яблочки, шишки. В общем, все, что я смогла найти у себя в коробке на осеннюю тему, я сюда приплела. Тыквочки, кстати, я купила в Fixed Price. Всю эту красоту нам нужно будет покрасить. Эта идея у меня будет для спальни, поэтому я хочу сделать такую более нежную осеннюю композицию. Итак, нам нужна будет акриловая белая краска. У меня ее много, поэтому я не жалею, покрываю все наши осенние атрибуты белым цветом. Одного слоя будет достаточно. Далее в белую акриловую краску я добавляю еще немного розовый. У меня это гуашь. И еще немного лака для ногтей. У меня был розовенький и такой еще немного с блесточками. Получился вот такой вот красивый пудровый цвет. Я вообще-то хотела нежно-розовый, но такой мне даже больше нравится, более стильный что ли. Мы комбинируем, что-то красим в розовый, что-то оставляем белым, соединяем белый с розовым. В общем, идея вам понятна. Должна получиться такая розово-белая гамма. Готово. Вот такие вот белые овощи у нас получились. Для удобной работы нам нужна какая-нибудь коробочка. Я покрываю верхнюю часть тыквы клеем и насыпаю золотые блестки. Получилась тыква наполовину усыпана блестяшками. То же самое я проделаю с шишкой. Эта тыквочка моя любимая. Она будет центром нашей композиции, поэтому я над ней немножко поколдую. Я посыпаю такие вот красивые блестки для ногтей и сверху еще добавляю золотых. Получается вот такая вот атмосферная штука. Что касается листиков, я проклею только вот эти вот прожилки, что внутри листочка. И посыплю все это золотыми блестками. Мне очень понравилось, что получилось в итоге. Конечно, времени на это у меня ушло достаточно. Предметов все-таки было много, но в целом идея классная. Если вы сделаете ее, то не пожалеете. Это реально разбавляет интерьер вашей комнаты и делает его более красивым и уютным. Для этой идеи я хочу переделать свою старую диайвайку. Это я делала в прошлом году кусочек пенопропилена. Я покрывала его бело-акриловой краской, рисовала фруктики. Это был летний декор, кажется. Эта диайвайка уже как бы изжила себя, поэтому я хочу отрезать от нее кусочек. И уже сделать такую необычную осеннюю композицию. Остаток материала я покрываю белой акриловой краской, как и в прошлой идее. Хватит, я думаю, и одного слоя. Если будут какие-то проплешины, можно добавить немного еще красочки. Готово! Материал полностью высох и теперь можно творить. Я хочу сделать такую здесь объемную картину. Простым карандашом я намечаю очертания тыквы, добавляю листочки и еще небольшой гранат. Приступаю к раскрашиванию. У меня акриловых красок дома почти не осталось, поэтому я здесь буду смешивать акварель, гуашь и акрил. В общем, все, что дома осталось. Сначала я делаю это плоским цветом, потом добавляю объем с помощью теней. Дорисовываю хвостик, смешивая при этом темно-зеленый и коричневый оттенок и раскрашиваю листья. Для раскрашивания листвы, как я вам уже советовала, берите сразу несколько оттенков, чтобы все это казалось более реалистичным. Добавляю еще вот такое вот вьющееся растение. В ход могут идти даже маркеры, я тоже здесь их использовала для более мелких деталей. Дорисовываю еще мелкие коричневые веточки, с которых уже облетела листва и добавляю объем с помощью серого маркера. Добавляю водку с помощью черного маркера и, в принципе, все, наш арт готов. Теперь приступаем к самому интересному. Я взяла вот такую вот гирлянду на батарейках. Здесь у меня вместо лампочек такие вот маленькие звездочки. Я думаю, это даже немного украсит наш будущий светильник. На каждую лампочку я приклеиваю двухсторонний скотч и добавляю на нашу картину. Готово! Вот такой вот симпатичный светильник для декора комнаты у нас получился. Он невероятно атмосферный. Мне он очень нравится, дарит такую осеннюю теплоту в любой комнате. У меня завалялся вот такой вот кусочек фанеры. Я давно хотела его как-то приспособить. Я отмечаю простым карандашом фразу Hello Fall. Здороваясь с осенним сезоном. И теперь беру акриловую черную краску и все это обвожу. Стараюсь рисовать леттерингом. Нет кусочка фанеры, можете использовать какой-нибудь плотный картон. Я думаю, тоже будет выглядеть очень уютненько. Осенью невероятно атмосферно смотрятся свечи. Для этой идеи я решила воспользоваться специальным гелем для свечей. Он такой вот очень прозрачный, прям как кристально чистая вода. Поэтому наше наполнение должно быть очень красивым и прям по-осеннему интересным. Я взяла звездочки бадьяна, корицу, каштаны и осенние листья. Мы ставим свечной гель на водяную баню. И пока он топится, кстати, он топится достаточно долго. Я делала это около 30 минут. Мы пока сделаем наше интересное наполнение. Я взяла вот такой вот прозрачный бокальчик. Примерно представляю, сколько туда может поместиться геля. Поэтому начинаю его заполнять. Все это добро я красиво складываю в этот стаканчик. На дно стаканчика я кладу грузик с фитилем и начинаю заполнение. Здесь пригодится ваш творческий подход. Так что делайте, как вам больше нравится. Наконец-то наш гель растопился и можно вливать его в нашу композицию. Закрепляю фитиль вот таким образом, чтобы он никуда у нас не свалился. И заполняем горячий гель. Делайте это осторожно, чтобы не обжечься. Свеча застыла за несколько часов и в итоге получилась вот такая вот красота. Я ее поставила на рабочий стол и она у меня прям ассоциируется с атмосферой осени. Очень уютная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, мое видео вам понравилось. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого! Пока! Всем привет! Меня зовут Кристина Санько и сегодня мы будем заполнять наш Бьюлот Джорнл в осеннем стиле. Я сегодня покажу такой более универсальный вариант, который подойдет и для сентября, и для октября, и для ноября. Так что обязательно хватайте эти идейки. Я думаю, они вам очень пригодятся и понравятся, если вы любите личные дневники и Бьюлот Джорнл. Бьюлот Джорнл